Христос воскресе! Принимает через ухо глагол, а в сердце, как говорит Блаженный Августин, должен быть восприемлющий. То есть, если голос снаружи сочетается с сердцем внутри, то происходит зажигание этой искры веры. Если сердце мертвое в человеке, то ничего не происходит. Как гром над мертвым гремит, как бы мертвый не поднимается и не просыпается. Значит, нужно, чтобы говорящий снаружи находился внутри. Происходит сочетание этого звука извне с живущим в сердце и происходит зажигание искры веры. Это тайна. Кому-то раньше, кому-то позже, кому-то сильно, кому-то меньше. Это дела Божии. Это начаток веры. Вера отслышания. Для веры нужно иметь обрезанное сердце. Как говорили пророки, обрежьте не плоть вашу, но сердце ваше. То есть, нужно, чтобы сердце было живым и мягким, чтобы оно было чувствительным, а не жестким. Но это не конец веры. Дальше вера движется к видению. Как Павел противопоставляет веру и видению, значит, веру и уходим, а не видением. Ибо когда кто видит, он уже знает, а не верит. И как арабы говорят, что между правдой и ложью расстояние в ладонь. Это расстояние между краем уха и краешком вот здесь вот этой косточкой глазного яблока, значит, глазного отверстия. Вот где-то здесь помещается ладошка между ухом и глазом. Что одно дело то, что ты слышишь, а другое дело то, что ты видишь. И вот Фома – это уже видящая вера. Это уже, по сути, знание. И он, с одной стороны, может быть предметом укоризны, потому что закон говорит, что нужно верить двум или трем, тем более большему числу свидетелей, которые, не договариваясь и не сочиняя общую историю, одно и то же говорят. Если один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, не сговариваясь между собою, тебе говорят, что вот, видели Господа, видели Господа, видели Господа, то, в принципе, закон говорит, нужно верить им. А Фома хочет видеть. Здесь есть вопрос на размышления, здесь есть предмет для укоризны. Но есть и похвала, потому что через это, такое, значит, настырное желание знать больше, Фома утверждает церковь. Утверждает всех людей, вообще, по всему лицу земному уже сколько столетий. Значит, повторяю, что есть люди, которые верят, потому что им сказали. Например, там, почему ты веришь в Бога? Меня так научила мама. Моя мама была хороший человек, святой человек, праведный жизненный человек. Я ее очень люблю, это, в общем-то, для меня это самый главный авторитет в жизни. И она всю жизнь провела на молитве. Она ходила в храм, она молилась. Допустим, человек так говорит. И раз она так делала, я не могу не делать то, что делала мама. То есть я иду по стопам ее, вслед-след иду по стопам матери своей, допустим. Или, например, там, я имею в своей жизни какого-то великого для меня авторитета. Там, в науке, в искусстве, там, в чем-то еще, в чем-то еще. И он, он верил, он всю жизнь верил. Он не садился за стол без крестного знамени. Он не проводил воскресенье без литургии. И я иду за ним, потому что я понимаю, что такой великий человек не может ошибаться в этих вопросах. И я иду за ним. Это вера подражательная. Она хорошая, но это не конец. На этом нельзя останавливаться. Как помните, самарянка пришла к Иисусу, там, на колодец, там, не знала, кто он такой, разговаривала с ним. Он ей сказал всю истину о ней. Он вскрыл, как консервным ножом, ее сердце со всеми стыдными тайнами. И намекнул ей, что он все про нее знает. Про всех ее мужей, там, про все там. Короче, он все знает. И она от этого прикосновения, этого огня к сердцу, она воспламенилась, она уверовала, что он знает все. Это Мессия. Он ей сказал. Потом, да, она говорит, ну, потом Мессия придет, нам все расскажет. Говорит, да вот, я тут с тобой разговариваю. Она побежала в город к себе, в Сихарь, и рассказала всем все про него. Про этого странника у колодца. Они пошли туда сами, и потом сказали ей, мы тоже веруем. И не потому, что ты нам сказала, а потому, что мы сами видели и веровали. Значит, есть вера подражательная. Ты мне сказал, я пошел. Прям какой-то серьезный, великий человек говорит, как ты можешь не верить в Бога? Как ты можешь не молиться? Как ты можешь пост не соблюдать? Я думаю, Боже, если такие люди соблюдают это все, как же я, что же я тут, понимаешь, выдумываю себе какое-то свое собственное житие. Такое я тоже буду делать такое. И иду за ним. Это хорошо. Но дальше нужно развиваться. И потом, как эти самаряне говорят, мы веруем не потому, что ты нам сказал, потому что мы сами видели и сами убедились. И вы тоже также должны будете идти вперед. Мы веруем не потому, что нам сказал, например, такой архиерей, такой архиерей, в такой книжке написано, в такой книжке написано. Наш настоятель сказал, в Оптиной сказали, в Дивеево сказали. Сказали, сказали, хорошо, это хорошо же сказали. Но мы веруем не потому, что нам сказали. Мы сами видели, я сам знаю. Как мы поем воскресенье? Воскресенье Христово видевше. Поклонимся Святому Господу Иисусу. Значит, есть какой-то образ видения, есть какой-то образ прикосновения к Богу, приближения к Нему, когда тебе не нужно ничего, так сказать, уже даже и глазами видеть. Как бы ты ощущаешь его всей душой, и ты, по сути, видишь очами сердца. У сердца же тоже есть очи. Как мы вчера говорили с вами, в пятницу минувшую, на живоносный источник, что евреям было легко верить, потому что Бог им дал избыточные знания. Они, переступая порог храма, попадали в божественное присутствие. Там было тяжело дышать от Божьего присутствия. Там было чувство, что они находятся в каком-то таком густом Божьем присутствии. И так же он днем шел перед ними в столбе огня, в пустыне, ночью шел, вернее, ночью в столбе огня, днем в столбе, значит, дымном. Это было потому, что у них было необрезанное сердце. Это потому, что человек с необрезанным сердцем, он требует очевидных знаменей. А если у человека сердце обрезанное, он имеет духовное видение. И ему не нужно каких-то особых доказательств. Как там Иван Крылов писал, наш, Иван Андреевич. Автор всех этих чудесных басен, прото-евангельских таких, значит, или квази-евангельских. Как он говорил, что Бога знать, быть нужно Богом. Но чтобы любить и чтить Его, довольно сердце одного. Если сердце в тебе человеческое, не собачье и не свиное, а человеческое, тебе хватит одного только сердца, чтобы Бога чтить. И у сердца есть свои глаза, и оно Христа видит в пасхальную ночь, на литургии, в Евангелии, в покаянии, в молитве. И тогда человек поет и не стесняется. В воскресенье Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному и так далее. Значит, нот Фома идет дальше. Он хочет верить не по словам учеников. Я вам не верю. Ничего себе. Они ему все говорят, мы видели. Он говорит, я не верю. Он говорит, пока не вложу персты, значит, там, и руку в эти язвы. Все это было очевидно. То есть очевидный мертвец изъязвленный, не сел на древе, как бы, значит, дух отдавший, с криком, с крепким воплем, отдавший душу отцу, значит, такой пробитый, прям, можно было руку вложить в эти ребра, слышите, на... То есть ребра были пронзены настолько глубоко и сильно, что можно было прям засунуть туда пятерню. Это не была какая-то такая ранка такая, язвочка такая. Это была такая крепкая, пробитая до самого сердца, копьем между ребертом, искусным ударом. То есть они могли, умели, знали, как, значит, ткнуть человека копьем, чтобы между реберных костей железо вошло до самого сердца. То есть он так его ударил, так как на тренировке. Раз ему такой, и там брызнула кровь с водой, в которой мы, собственно, омываемся и которой питаемся. То есть открылся источник, источник спасения. Кровь и вода. Значит, мы в воде крестимся, кровью напаяемся. И родилась церковь, по сути, потому что церковь живет кровью и водою, и духом. И как из ребра у Адама ночью, Господь, вернее, вовремя сна, значит, Бог взял жену, сотворил ему, значит, так вот из ребер Иисусовых, из нового Адама рождается, новая Ева, рождается церковь Божия. Ну так вот, Фома хочет видеть. Он не хочет просто слышать, он хочет видеть. И Господь ему это дает. Причем, слышите, он, значит, в первый день, значит, воскресный, он является всем без Фомы. И Фома говорит, я не верю там. А потом, когда Господь является во второе воскресенье, уже воскресенье является, на восьмой день, значит, и уже начинается почитание воскресного дня. Уже возникает, по сути, день Господень. До сих пор они хранят субботу, а воскресенье, это просто первый день. И Христос воскресает в первый день, этот первый день превращается в начало новой жизни. Он потому и первый, день един. Этот единый день первый, значит, уже начинается почитание Господнего дня. Как он потом вошел уже в христианскую историю, в славянских языках воскресенье, а во всех других языках, это доменико, там, значит, или там, ну, у кого-то день солнца, какой-то зонтака какой-нибудь там, или что-то там еще, сандэй, вот. А, в принципе, это тот день Господа, там, в итальянском, там, в других языках, это день Господа. Это Господний день, воскресенье. Первый день по субботе. То есть Христос является вот именно в этот день. Седмица проходит, и Он является опять в этот день. И Он говорит Фоме, Он сразу является, и Фоме сразу говорит. Давай сюда палец, значит, смотри сюда, значит, прикоснись здесь, там, заложи руку сюда. Он говорит так, как будто бы Он стоял между апостолами в тот день, когда Фома говорит, не поверю, пока не вложу перст мой в раны, его не поверю. Но очевидно, Господь это все слышит. Ему не нужно специально, как бы, значит, там, спрашивать у кого-то, а что Фома говорил, и там ему отвечать. Он говорит, он знает все, и Он является именно Фоме. Так, в принципе, в церкви до сегодняшнего дня бывает, когда именно вот нужно уделить внимание вот этому одному сомневающемуся, какому-то там одному заблудшему. Ну, например, вот такой яркий, такой случай Амвросий Опкинский. Всем известный вам такой великий человек был, значит, на рубеже эпох, до революции. И однажды какая-то барышня молодая, отравленная таким этим либерализмом, социализмом, там вся эта и прочая, этой всей дрянью. Значит, она говорит там, что там в какую-то оптену пустынь народ толпами валит к какому-то лицемеру старому, к какому-то пойду-ка я посмотрю на этого Амвросия, так называемого, какой-то старый брехун, там старый лицемер собирает там. Звали ее Вера. И она приходит туда, приезжает в скит, там много людей ждут этого старца, сидят там, ожидают его. Открывается дверь, выходит этот старец на палку опираясь и говорит, а где ж та Вера, что пришла посмотреть лицемера? То есть он приходит прям к ней, к ней, потому что ей больше всего надо. Ну всем надо, все пришли там, какие-то скорби, страсти, страдания, там дети, внуки, там то да сё, болезни, там разводы, потеря работы, там греховные, там беды. Ну понятно, наша жизнь такая, мы несчастные люди после грехопадения. Но он выходит прямо к ней, потому что ей больше всех надо, она самая здесь болящая, она самая слабое звено. Вот так Христос приходит к апостолам, он ни с кем больше не разговаривает, говорит, сразу Фоме, иди сюда. То есть ты хотел там пальцы вложить, ряду, давай, вкладывай, и не будь неверен, но верен. То есть так Господь ищет самых больных, самых сомневающихся, самых несчастных, которые в принципе со всеми нами, как бы, ну нуждаются в большем попечении. Господь мой и Бог мой, слышите, кричит Фома. Это удивительно. Мы вообще, говорит, Господь и Бог мой, мы обычно к Отцу обращаем, Отец наш Небесный, Господь наш и Бог наш. Тут мы слышим такое откровение, исповедание Фомы. Иисус Христос оказывается, Господь мой и Бог мой. В чем можно еще сомневаться? Господь мой и Бог мой. Слышите? Петр говорит ему, значит, ты сын Бога живого, у тебя глаголы вечной жизни. Это исповедание Петра. Филипп говорит ему, Рави, ты сын Божий, ты царь Израиля. Это исповедание Филиппа. Но выше всех исповедание Фомы, Господь мой и Бог мой. Потом он хвалит, не видевших, но веровавших. Я всю жизнь думал, что это про нас. Потому что мы типа не видели, веруем, такие блаженные. А потом читаем, у Филарета Московского. Он говорит, это похвала Иоанну Богослову. Потому что, когда они бежали к пустому гробу вдвоем, а Иоанн бежал быстрее, потому что он моложе и проворней, Петр и Иоанн бежали, и вечно вместе были там. То Иоанн подбежал к гробу, но он имел страх, он не зашел. Он зашел, посмотрел и встал так у дверей. А Петр забежал после, забежал внутрь, посмотрел, ничего не понял и выбежал. А Иоанн посмотрел, значит, что там порядок, и что там этот головной убор на Христе, сударь, сложенный аккуратненько, и что одежды его там нету, или есть, не помню. Короче, он видел и веровал. Он только в гроб заглянул и понял. Ему не нужно было видеть даже больше. Он посмотрел, гроб пустой, после мертвеца порядок, то есть там все там как бы, говорит, кто крадет мертвеца пача же и надо. То есть никому это не нужно, да, то есть ясно что не украли, что он воскрес. И он все понял. То есть Иоанну нужно было мало, чтобы верить, а некоторым нужно много. Вы не думайте, что Христос не силен сегодня явиться. Есть множество случаев, но он является сегодня людям. Вот, например, есть такая тема, когда крестятся, например, люди, исповедующие ислам. Вот человек, который исповедует ислам, для того, чтобы ему прийти к христианству и прийти, например, я хочу креститься. Он не может просто так креститься, потому что у него, в принципе, все есть. Религиозный закон, молитва, пост, покаяние, поклоны, дисциплина, община, все там сложные интегральные связи между старшими, младшими, дети, семья. Они не могут так просто взять и вырваться из того всего и прийти и говорить, я хочу верить в Христа. Так не бывает. Надо что-то особенное. И им являются апостолы, преподобные и сам Господь. Ко мне приходили, их знакомые мои приходили, значит, люди там, скажем, там разных национальностей, исповедовавшие ислам, говорят, я хочу креститься. Говорит, как ты пришел, что ты прочитал, кто тебе сказал? Говорит, я видел Христа. Говорит, да ну ладно, заливать тебе. Глянусь тебе, я видел Христа и даже не один раз. Несколько раз он ко мне приходил, говорит, тебе надо креститься. А я приходил креститься. Вот так вот просто от разговоров, там, от ля-ля, не приходит. Приходит какой-то пацан, говорит, я хочу креститься. Почему? Ко мне приходил Сарафим Саровский и сказал мне, иди в церкви. И я не могу не идти, потому что я его видел. Другой, когда приходит, говорит, мне приснился в видении апостол Павел. Серьезно, к ним приходит, а к нам не приходит никто. Но нам не надо. К нас и так все есть. А у них нет ничего. И к ним надо, чтобы кто-то пришел. Потому что так просто они не могут выйти из всех этих сложных этих отношений, но они вроде в Бога верят, но Бога знают. Но что еще надо? В загробную жизнь верят, в страшный суд верят. И вроде как бы, ну и хватит, как бы, да? Вот. И вот они молятся, не знают, что нужно правильно жить, никого не обижать, подавать милостыню, молиться надо много. И так далее. Ну вроде бы, как бы, все знаем, как бы, да? Для того, чтобы они пришли вот туда, где мы находимся со дня нашего рождения. Незаслуженно. Нужно, чтобы кто-то явился. Имейте в виду, что Христос и сегодня посещает верующих или будущих верующих. Как он Павлу явился. Ни с того, ни с сего взял и явился ему в славе своей. Говорит, Павел, Павел, что мне гонишь? Там, Савл, Савл. Значит, это и сегодня происходит. Христос является людям. Только он не хочет, он же не фокусник, он же, так сказать, не забавлять нас пришел. Он является тем, кому иначе не спастись, или кому именно это и надо. Ну, есть такие люди, понимаете? То есть ему не трудно прийти к людому человеку. Как мы читаем в актах мучеников, когда человека там истерзают вообще в отбивную, когда с него там мясо лохмотями висит, когда в нем душа еле держится, когда его бросают, как труп в камеру, а утром думают, там открывают, живой, не живой, открывают, а он живой. Мало того, что он еще и целый. Что такое, в чем дело? Это какой-то колдун, а он не колдун к нему ночью Христос пришел. Так было с Варварой, так было с Георгием, так было с тысячами мучеников. Да он сам к ним приходил, говорит, добрый раб мой, благий и верный, потерпи немножко, я с тобой. И исцелял их от ран, как с Пантелеимоном, как с другими святыми, как он им является. Он им является. Они свидетельствуют о нем, а он им является. Он же говорит, будьте мне свидетелями до края земли, до концов земли. А свидетель это мученик. То есть по сути он говорит, будьте мне мучениками до края земли. И он является им. То есть он и сегодня это делает. Нам не является. Видимым образом. Потому что нам не надо. Потому что мы и так поем воскресение Христова, видевшее. Поклонимся Святому Господу Иисусу. Потому что мы и так видели. Вы переберите в своей памяти, что вы видели. Наверняка вы видели святых людей, у которых в глазах луч небесного Иерусалима преломляется. А может быть вы видели свои грехи и вам страшно стало. А вдруг вы видели свою грязную душу. И вас вообще Кондратий взял, думал, Боже, если я вот такой, как я сейчас есть, умру, то я в раю не могу быть. Это просто невозможно. Как это я в раю буду? Таких в рай не пускаю. Это тоже важное видение. А вдруг вы на службе вдруг что-то поняли, вдруг сердце ваше запрыгало в груди, такое, значит, как волейбольный мячик. Такой, значит, такой, Господи Иисусе Христе, вот оно, вот оно, вот оно. Вот жизнь настоящая. Ты живой, я живой. Слава тебе. Вы что-то видели. Иначе, если бы вы не видели, вы бы не ходили в храм. В храм не ходят просто так по привычке. Те, кто ходят в храм по привычке, перестают ходить навсегда. И потом начинают ходить куда-то непонятно куда. В храм ходят те, кто знает, что Иисус живой, и Евангелие правда, и я умру, и после смерти воскресну. А прежде чем воскресну, войду в другой мир душой бессмертной. И там будет совершенно другая жизнь, и там будет все интересно, страшно и непонятно. Для меня на сегодняшний момент много будет непонятного и удивительного. Мы все это знаем. Попробуйте прокалькулировать, что вы уже знаете, что вы уже видели. Потому что с Богом баловаться в ля-ля, в шутки там всякие, в прятки такие, кошки-мышки не надо. Надо к Богу идти и Ему служить. А не так, пойду, не пойду, помолюсь, не помолюсь там, попощусь, не попощусь там, я устал, я не буду, я хочу, я не хочу. Не-не-не-не-не-не-не-не. Не играйте с Богом в кошки-мышки, прятки и прочие шашалости и шалопуства. Богу нужно служить. Мы, люди Божии, народ святой, выбранные для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Мы, царственное священство, должны приносить Ему духовные жертвы, Христом и Иисусом, воскресшим из мертвых, Господом нашим. Так что Фома, это для нас такой, ну как бы урок чего? Урок особенный, знаете, есть некие правила, но во всяком правила есть исключения. Он должен был, как я думаю, по Писанию, поверить двум или трем своим товарищам, ученикам, спутникам, апостолам Господа. Мы видели, я вам верю. Но не врут же ученики, ну что им врать? Они перепуганные, заперлись в этой хате. Вы понимаете, кто они такие были, эти апостолы? Только что убили их учителя. Учитель мертв. А кто они без него? Да никто. Какая-то шайка рыбаков, которые возомнили о себе, что они всю вселенную покорят. Вдруг раз у них забрали пастыря. Заберу пастыря, и рассыплются овцы. И кто они такие без него? Никто, вообще никто. И они перепуганные, сейчас за ними придут, а пришли бы, если бы Господь не явил себя воскресшим, пришли бы за ними, по одному бы их повытаскивали с тех хат, где не прятались, и сделали бы им какой-нибудь бубок. Поубивали бы просто-напросто, да и все, как обманщиков, и как учеников некого шарлатана, который воскрес, но взял не воскрес, как бы, значит, поубивали бы их, народ бы на них научкали, народ бы забросал их камнями, как Стефана, еще раньше всего. И они знают, что им некуда деваться больше. Они перепуганные, сели в хату, и сидят за закрытыми дверями. И только вот он пришел, и зашел через эти двери закрытые. Говорит, мир вам, и еще раз мир вам, потому что у них нету мира, у них сердце прыгает, как заяц в груди. Они боятся смерти, и не знают, зачем жить дальше, и как дальше жить. Петр говорит, иду рыбу ловить. Слышите? Вообще, ну, вообще сумасшедший дом. Пойду-ка я рыбу ловить, как бы. А что и делать вообще? Делать то, что надо? Пойду-ка я рыбу ловить. Это вообще кошмар. Только что мертвых воскрешал. Делать то, а ладно, пойду рыбу ловить. И вот они перепуганные в этой хате сидели, смерти ждали, неминуемые, и позором. И он к ним пришел, и они стали львами. Львами стали. Они, эти перепуганные, эти ягняты, они уже через несколько там, где-то мы читаем книгу Деяний, как они выходили, и начинали на весь город кричать, что вы убили праведника, но покаетесь, и придет вам милость от лица Божия. Он воскрес, он живой, он царь ваш, он начальник жизни. И они там плакали, ай, мужик, братья, что же нам делать? Говорят, пусть крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и оставит беззаконие свои. В один день три тысячи человек от первой проповеди покаялись. Петровой проповеди, самого испугавшегося, самый перепуганный, вдруг в один день три тысячи людей превратил в христиан. Откуда смелость взялась такая в этих забитых, запуганных рыбаках, которые только что, еще недавно хотели опять рыбу ловить? Христос! Христос дает им эту силу. Откуда это все распространилось? Иоанн Златоуст говорит, и все другие отцы говорят, да как могли победить вселенную эти несчастные галилейские евреи? Как они могли разойтись во весь мир пешком, без оружия, без денег, без защиты, без переводчиков, без знаний иностранных языков, без путеводителей, да без ничего, разойтись по всей вселенной и всех нагнуть перед крестом? Кстати, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ. Поклоняемся кресту твоему и святому воскресенью. Сейчас гляньте, куда только нога апостольская ступила, там везде крест стоит и везде церкви стоят и везде есть верующие люди. Как эти галилейские рыбаки неграмотные могли всю вселенную покорить воскрешенную Иисусу? Уже он был с ними, с ними был, и с нами есть, и с нами есть. А как мы иначе бы собирались в храм? Мы такие же никудышные, никчемные люди, мы просто грязь подножная. Кто мы такие с вами есть? Вообще все вместе взяты. Никто и ничто и звать нас никак и ничто мы себе не представляем. Но он с нами есть и мы уже народ. Некогда не народ, а теперь народ Божий. Некогда неизвестные, непомилованные, они непомилованные, известные, близкие Богу, родные всем святым, близкие к небесному Иерусалиму. Слышите, что он Господь дает? Поэтому мы сегодня уверяем, что он воистину воскрес. И можно прикоснуться к нему в принципе при желании. Что значит можно? Можно съесть его тело и кровь даже. Слушайте, можно, все можно. Он себя дает человеку просто с преизбытком. На, узнай, и не буди неверен, но верен. Так что мы движемся с вами в конечном итоге от веры слышащей к вере видящей, к знанию. Что есть вера, надежда и любовь. Вера превратится в знание. Пока слышишь, веришь, когда увидишь, узнаешь. И мы движемся туда, в сторону знания. Увидишь, как этому слепому Господь, ты веришь в Сына Божия? А кто он? Чтобы я верил, говорит, и видишь его, и он пред тобою. Верую Господи, и поклонился ему. То есть мы движемся туда, как слепые, туда, чтобы на Христа посмотреть. Чтобы наша вера от слышания стала верой от зрения. А надежда, она уйдет, когда оправдается. То есть я надеюсь, пока еще не знаю, будет, не будет, но я надеюсь. Потом бах, есть, все правильно. Надежда отошла в сторону, ибо она исполнилась. Только любовь останется. Любовь останется навеки. Вера превратится в знание, надежда оправдается, любовь останется. В любви нужно упражняться. Любовь это очень жестокое понятие, очень суровое понятие, очень мужественное понятие. В ней нет никакого сюсю, никаких соплей, никаких слюней. Любовь это очень жесткая вещь, которая требует у человека мужества, собранности, внимания и ума. И, конечно, горячего сердца. Нужно в любви упражняться. Никому не будьте должны ничем, ничего. Только взаимной любовью будьте должны друг другу. Вот мы движемся в эту сторону и ныне уже прощаемся с Пасхой Божией и вступаем в антипасху в эти вместо пасхальные дни, которые будут длиться, в принципе, весь год. Каждое воскресенье это Малая Пасха. Ночью я вам говорил, если вы почувствовали, что Христос живой и что в Нем жизнь, в Нем истина и некуда больше идти, потому что у Него глаголы вечной жизни, то вы не имеете права не быть в воскресенье в церкви. Никто не имеет права из верующих людей не быть в воскресенье в церкви. Нужно поклоняться воскресшему из мертвых Господу Иисусу. Воскресение Христово видевшее поклонимся Святому Господу Иисусу. Единому безгрешному. И так далее. Обязательно. Поэтому напоминаю вам и сегодня, что пока вы живы, пока ножки ходят, пока голова думает, пока глаза видят, пока руки двигаются, нужно обязательно быть в храме каждое воскресенье. Обязательно. Нет никаких оправданий для человека, не идущего в храм, кроме болезни или работы, если у него рваный, ненормированный рабочий график по неделю. На этой неделе нас ожидает радонница. Во вторник поминаем мы всех от века усопших христиан с радостью, потому что воскрес Христос и мертв не един в огробе. И мы надеемся, что он возьмет в свое царство всех людей, живших до нас, а потом со временем и нас. Как мы поем, смерти празднуем, умершление, адово разрушение, иного жития, вечно до начала, и играющий поем виновного, Христа Бога Препрославленного. И помянем всех от века усопших христиан, да простит их Христос и да даст им по благодати своей, не по делам нашим, но по благодати своей, вечную жизнь и Царство Небесное. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!